Здравствуйте, ребята! Я Саркисян Валентина Викторовна, сотрудник Национального парка Тибердинский отдела экологического просвещения. Сейчас мы находимся в ущелье Алибек на экологической тропе. На примере этого ущелья мы будем с вами изучать природу нашего национального парка. Характер ландшафтов зависит от высоты над уровнем моря. Национальный парк находится в горах, поэтому природа его располагается поясами или, как я говорю, доступна этажами. По северной границе национального парка и в Тиберде растет в основном сосна. Она любит теплые солнечные дни и от теплоты этого дерева Тиберда переводится как Божий дар. А ближе к Дамбаю, там где у нас снежники и летники, там уже растут пихты и ели. Они любят более сырые и суровые места. Животный мир, который здесь представлен, соечка, кабан, волк, это представители горно-лесного пояса, которые живут в лесу. Горно-лесной пояс занимает высоту 2500 метров. Это верхняя граница леса. Выйдите вы из нее, вы уже примерно будете знать на какой вы высоте находитесь. А Тиберда у нас находится на высоте 1330 метров. Теперь мы переходим в следующий пояс. Из горно-лесного пояса, ребята, вы попадаете в горно-луговой. Он состоит из субальпийского луга и альпийского. В субальпике летом растения могут достигать до 2 до 2,5 метров в высоту. Альпийский более низкотравный. Все из-за того, что температура там намного ниже и холоднее. И растение, чтобы успеть вырасти, зацвести и дать семена, имеет короткий стебелечек, образуя альпийские ковры. Летом там можно увидеть остатки снежной лавины. По мере ее таяния на срезе вырастают весенние цветы, несмотря на то, что их уже подпирают летники. Поэтому в альпийском поясе три времени года одновременно зима, весна и лето. Как в сказке, ребята, мама вам читала 12 месяцев. Эти два луга занимают уже высоту 2700 метров, но четких границ, как вы видите, у природы нет. Лес может подниматься в луговую зону или наоборот луга опускаться в лесную. Выше эти вершинки их называют невальным поясом царства вечного снега, льда и каменистых осыпей, которые лишены такой буйной растительности, но не лишены животного мира. Там туры и серны живут. Ну и леопарды, если они расселятся по Кавказу, они занимают высшую точку. В этих горах. Ну а чем они кормятся? У них пропитание это туры, серны и растительность. Они такие кошки, как бы кушают и любят всеядные. Эта вершинка называется Семенов баши. Это вам для информации. Эти туры живут в горах, а пастись они спускаются в эти наши замечательные луга. В 1997 году национальный парк, бывший заповедник, наградили дипломом Совета Европы за сохранность этих замечательных лугов, ну и всей природы нашего национального парка. Мы каждый год подтверждаем этот статус. К нам приезжает эксперт из Совета Европы и он оценивает нашу природу. Так что мы награждены дипломом Совета Европы. Сейчас мы с вами, ребята, пройдем в следующую нашу природную зону. Представителем невального пояса можно назвать спящую женщину-красавицу Сулахат. Она лежит поперек Алибекского ущелья. Если на нее посмотреть, вот видите ее волосы, как она лежит дальше, голова, лоб, нос, рот, подбородок, руки горкой, ее туловище и ногами она упирается в противоположную вершину. Даже глаз можно ее увидеть. Существует легенда, когда на Кавказе жили Аланы, а это действительно так и было. Они селились по ущельям, где есть вода. Погода была хорошая, потом подули злые холодные ветры. Аланы стали погибать незащищенной теплой одеждой. Вот юная красавица Сулахат решила подняться в горы и посмотреть, откуда дуют эти злые ветры. Когда она, уставшая, решила отдохнуть, прилегла, она окоченела или окаменела от холода. Утром Аланы встали, смотрит новая вершина, в ней они узнали свою Сулахат. Таким образом, закрыв телом доступ к ветрам, она спасла своих Аланов. И много веков радует нас с вами своими каменными очертаниями, которые не меняются, несмотря на всякие подвижки или часто бывают землетрясения в горах. А шум вот этого ветра, шум этих водопадов можно увидеть воочию. Свист улара. Здесь улар у нас не представлен, но в горах, если вот вы увидите такой призывный свист, это у нас так свистит улар. А что это за свисты? Ребята, это вот у нас белые цветы, это птица-млечник. Это один из первоцветов. Когда также вот вы ранней весной придете в горы, он нас будет радовать. Этот цветочек. Ну, а здесь как бы изображены незабудки представителей альпийского пояса. Птица-млечник, он такой сопредельный. Суб-альпика и альпика может также расти. А у нас растут в горах Эдельвейса. Ребята, в наших горах Эдельвейса не растут. Вот на территории национального парка Эдельвейса нет. Это представитель Памира. Этот цветок растет уже там. Ну, и на Байкале можно увидеть это. Так, ребята, если теперь у нас вопросов нет, мы перейдем уже к следующей диарапе. В национальном парке 157 озер. И каждому озеру приходят какие-нибудь животные. Но именно около этого озера, которое называется Турье, ближе к полудню можно увидеть самок с козлятками. Днем они отдыхают на вершины в гор. А видя нас, посетители, животные любопытные, как все козы, они приходят вот на эту осколочную марену и девят своим присутствием. Потрогать они себя не дают. Это дикие животные. Но сфотографировать их бывает всегда большая удача, что мы и делаем. Озеро Караво-Маренного происхождения. С одной стороны окружены растительностью, вот камнями мы их маренами называем. А с другой стороны отвесными скальными выходами. Карами. И цвет воды бывает голубой и бирюзовый. А где растительность такого бутылочного цвета. Но цвет воды, конечно, еще зависит от того, как солнце пронизывает своими лучами толщу воды этого озера. Все озера с высоты 2000 метров считаются высокогорные. И часто окружены именно камнями. Они карового происхождения уже считаются. Вот эти вот, как бы, сыночка, мамаша и этот ее детеныш-козленочек, это они играют. И вот часто можно здесь вот стоять на этом берегу и наблюдать такую картину, что вот здесь вот мамаши стоят, козлятки резвятся на этом камушке, а самец, козел, вот стоит вот здесь вот на вершинке и наблюдает за своим стадом. Иногда можно посчитать их до 25 голов. А здесь растут рододендроны? Да, вот многие спрашивают, где мы можем увидеть именно это растение. Как раз вот возле этого озера, уже вот на этом склончике, можно и увидеть. Вот здесь вот цветут и растут у нас рододендроны. А ледники, ребята, как вы видите, видите уже вот где они на самом верху, они отходят. Вот это озеро, это ледникового происхождения. Когда ледники отошли, они выдолбили чашу, и образовалось озеро. А питается, конечно, когда тают ледники и снежники, а осенью, когда уровень воды уже падает, это озеро у нас может превратиться в лужицу. Вот придешь осенью, а тут уже лужечка. А каких животных можно еще встретить? Ну, вы знаете, в основном-то любопытные у нас туры, вы их здесь можете встретить. Можно, конечно, и оленя здесь встретить, но это чуть пониже даже его. Но они всегда прячутся и убегают. Можно только так, по шороху деревьев, узнать, что здесь был олень. Ну и также медведи могут подниматься. Но медведя мы не видели здесь, только туров. А в озере кто-нибудь живет? Нет, озера у нас, знаете, высокогорные, и рыба в этих озерах точно не живет, потому что промерзают они или этими лавинками выдалкиваются, поэтому выплескивается вся жидность из этих озер. Ну и холодно. Здесь вот где-то летом, наверное, 8 градусов только бывает вода. А может они купаться? Люди купаются, и дети купаются с удовольствием. Дети вообще не чувствуют всегда холода. Так что купаться можно. А какова температура воды? 8 градусов вот так вот. Все высокогорные озера при такой температуре. Но человек все равно хочет окунуться после того, как он поднимется, и сбросить усталость свою. А если купаться со сколой, ничего не упадет в озеро? Ну здесь, видите, бараньи лбы, они гладкие, поэтому отсюда как бы ничего особо не падает. Не страшно, да? Не страшно. Даже водичку можно попить вот из этого ручейка. Еще раз, да? Здесь прозрачная водичка, да. И часто посетители вот на этом берегу располагаются, берут с собой провизию и кушают. Когда-то, 400 лет назад, ребята, эта Тибердинская долина была покрыта льдом. Сейчас этот лед мы наблюдаем на вершинах молодых кавказских гор. Строение, посмотрите, такое, как пила зубчатая, пильчатая. Кругом нас окружают остроконечные вершины. Все говорит о том, что горы кавказские еще у нас растут. Но как при наступлении ледников, так сейчас и при отступлении. Они отесывают или окатывают камушки и превращают их в гладкие вот такие бараньи лбы. Их называют такие гладенькие, как бараньи лу. Треугольная вершинка над ледником Алибекский – это эрцог, воспетая Юрием Висбором в песне «Домбайский вальс». В 60-е и 70-е годы он часто приезжал сюда, жил ниже Туриево озера в хижине альпинистов. И оставил нам на память эту песенку. Она была написана через две недели после полета Юрия Гагарина в космос. Так что этой песенке у нас исполнилось в этом году 61 год. Два года сравнялись. 61-й год полет Юрия Гагарина и 61 год, как исполнилось. Ледник тает, образует речку Алибек. Все у нас реки и ручьи образуются при таянии снега и льда. И мы пьем пресную ледниковую водичку. Ну и вы в данный момент. Один из рукавов этой речки поднимается по бараньим лбам. А какая длина и толщина ледника? Ну, длина этого ледника 4,5 километра. А толщина его где-то 30-40 метров. Ну, ледники у нас катастрофически отступают. В год, как ученые подсчитывают, на 25 метров. Так что надо беречь нам чистую родниковую нашу водичку. А что это за хруст? Хруст. Это так у нас откалываются ледники при таянии. И даже бывает интересно услышать вот такие звуки в природе. Над этими ледниками, конечно, могут только летать орлы, бородачи. Ну и часто, правда, еще можно на леднике увидеть туров и серн. Они здесь прячутся вот от таких насекомых кровососущих. Ребята, если нет у нас больше вопросов на этой диораме, давайте пройдем к нашему водопаду. Хорошо. Ледник тает, образует речку Алибек. Один из рукавов этой речки поднимается по бараньим лбам, отесанной и оставленной ледником 100 лет назад. И с высоты 20 метров от весным бурным потоком падает вниз. Как бы ледник при таянии оставляет еще одну живую память в виде такого кружевного, насыщенного кислородом потока. Но это у нас, ребята, самый популярный маршрут в этом ущелье, вообще на территории национального парка. Здесь можно увидеть всю природу нашего национального парка. Он богат не только вот в таком плане природным, но еще и в историческом. Видите, здесь бывал у нас Визбор, который написал нам эту песню. И многие посетители спрашивают, где можно увидеть именно раритет, о котором он написал. Это вот наша вершинка Ирцог. Вот, ребята, я вам хочу пожелать достойных, хороших экскурсий интересных. У вас будет интересная работа в вашем поприще. Ну и почаще к нам приводить группы, которые любят и ценят нашу природу. Спасибо за экскурсию, очень интересно, красиво. Нам всегда будет интересно рассказывать о наших красивых местах, которые вы особенно цените и любите нашу природу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!